Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый деловой. В эфире проект Акценты. В этой программе говорим о рынке недвижимости. Основные тенденции и ближайшие перспективы. Относительно первых, эксперты отмечают дальнейшее снижение цен в долларах и оживление в сегменте вторичного жилья. А еще существенное подорожание аренды. Что же касается второго, то есть ближайших перспектив, специалисты говорят о том, что дна мы уже почти достигли. А это значит, что если в стране будет хотя бы относительная стабильность, восстановление на рынке недвижимости можно будет ожидать уже в среднесрочной перспективе. Ну а более подробно об этом мы не только в ближайшие 15 минут пообщаемся с Анатолием Тополом. Он вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать, наверное, с сегмента аренды. Он у нас в последнее время растет и весьма стремительно. В частности, аренды в Киеве, да и в других крупных городах. Почему настолько поднялись цены? Речь идет только о жилищно-коммунальных услугах или что-то еще? Давайте говорить о том, что возросла нагрузка на арендаторов за счет поднятия цен на жилищно-коммунальные услуги. Потому что многие арендодатели на сегодняшний день тоже говорят, что они не могут сдать по определенным ценам. И так сложилось, что если до конца 2014 года у нас арендодатель брал на себя новую коммуналку, а арендаторы платили по счетчикам, то на сейчас практически больше, чем в 90% случаях все возлагают на арендатора. И поэтому нагрузка на арендатора выросла и выросла существенно. Доходы не растут у людей и арендодатели еще не могут смирить свои ценовые ожидания, так, ну мягко говоря. То будем ждать, потому что все больше и больше сдается комплексов, все больше и больше на сегодняшний день не проданных квартир в этих комплексах. И многие, кто не могут продать, сейчас уходят в сегмент аренды. Сдам хотя бы получать какой-то доход. И на рынке аренды могут быть непредсказуемы на сегодняшней ситуации с тем, что пока спрос далеко до предложения. Предложений больше. Найти эти предложения, вот это проблема действительно. Что касается сегмента покупки-продажи и аппетитов людей, которые хотят продать жилье, насколько они изменились за последнее время и что имеем вообще в этой сфере? Ну на сегодняшний день после всплеска август-сентябрь 2015 году, когда у нас пошел небольшой, но стабильный рост спроса на вторичный рынок, особенно в эконом и эконом плюс, октябрь нам показал, что кривая спроса пошла опять вниз. Связано это с всенародной игрой выборы или это связано с какими-то ожиданиями скачка доллара? Неизвестно. Скорее всего, и тот, и тот фактор сработал. На сейчас мы имеем некую нижнюю среду, на сейчас мы имеем некоторую нижнюю черту. Когда уходит объект ниже этой черты, он сразу уходит с рынка и его выкупает. Пока он висит выше, он никому не интересен. Говорить о падении цен в каком-то глобальном, громадном, в крутой опеке или крутой подъеме на сегодняшний день рано. По поводу разговоров дна, что мы там уже в плотно сидим на дне. Ну, вам скажут еще из курса географии начальной школы о том, что дно это предмет очень неровный. И второе, то что мы уникальная нация, у нас есть такой смен, как лопаты, даже усевшись на дно, мы можем активно начинать закапываться. То есть падение может еще продолжаться? А вы можете сказать, что будет с курсом доллара через месяц или через два? Можете сказать, что будет с экономикой? Главный фактор, который влияет на покупку недвижимости на сегодняшний день, все-таки это доход населения. Насколько у нас на сегодняшний день вырос доход населения даже в тех же условных единицах? Ну, давайте не смеяться, он вообще не вырос. Но он падает, конечно же. То, что мы сейчас доживали и дожевываем остатки банковских кладов, сколько там десятки миллиардов были вынуты из банковской системы, где они делились? Ну, понятно, частично ушла за рубеж, частично ушла в первичный рынок, частично ушла в какую-то там валюту, золото, ну, не знаю. Но люди же деньги не будут на хлеб намазывать и в них жить не будут. Почему-то мы забыли о главной нагрузке в квартиры, это для жилья, для собственного развития. Если ждать, пока оно будет выгодно, ну, можно не дождаться ни детей, ни внуков. Да, читала комментарии ваши и ваших коллег, экспертов в этой сфере. Все говорят о том, что сейчас наиболее активно продается самое дешевое жилье. А что касается более высоких ценовых сегментов, там уже хуже ситуация, так? Нет, ну, конечно, то, что с бизнесом творится, основной потребитель бизнес-класс, это средний бизнес. Настроение среднего бизнеса на сегодняшний день в Украине. Люди, которые пытались сюда инвестировать, якобы в квартиры, там, куплю квартирку, поздаю, потом, может быть, продам дороже, они переноцелились на другие страны. Сразу говорю, спрос на зарубежную недвижимость вырос в разы за последние два года. В том числе с целью вложения денег и инвестирования. Почему? Ну, это вопрос к людям, да, наверное, там как-то по-другому намазано медом на какой-то другой хлеб. Мы уже говорили, да, с вами вот на эту тему, это весьма интересно, я думаю, что пообщаемся в ближайшее время об этом тоже. Что касается все-таки отечественного поля? Отечественного поля, ну, все-таки больше, чем 50, да, практически 60% это все-таки сделки идут и предложения на эконом, эконом плюс. И когда цены на вторичном рынке ушли, хорошо ушли за тысячу долларов за метр квадратный, ниже, да, циклический порог преодолен, и народ понимает, что умеет 22-25 тысяч долларов, он может купить себе даже квартиру в Киеве. Однокомнатно, понятно, в каких районах, в каком состоянии, но он уже может это купить, того, чего не было, ну, очень давно, наверное, с 2005 года такого не было. Вот, они начинают эти деньги потихоньку вкладывать. Опять же, это деньги не сегодняшнего дохода, это деньги, которые у людей, когда были накоплены, либо вытянуты правдами-неправдами из банковской системы. Говорить о каких-то тенденциях на сегодняшнем площадке, я даже рынком это назвать не могу, на сегодняшней площадке недвижимости, ну, очень рано. Тренд поменялся немножко, то, что вектор спроса после падения, после снижения цен на вторичном рынке, и вектор спроса начинает смещаться в сторону вторичного рынка. Если до этого, тот же 2013-2014 год, у нас, ну, основная масса процентов 65-70, спрос был на первичный рынок, а когда пошли колебания доллара, так еще что-то, то сейчас начинает возвращаться 50 на 50. Почему? Ну, наверное, списки красные, вот эти скандалы и все остальное нам могло к этому привести. Да, вот как раз продолжение темы, хочу еще вас процитировать. Вы говорите о том, что оживлению рынка вторички способствовало и перетекание части покупателей с первичного рынка. Вы считаете, что, возможно, людей отпугнуло множество сообщений о незаконных стройках, возведения которых могут запретить. В общем, далее мы будем говорить о махинациях на рынке недвижимости, в частности, в сегменте застройки. По информации Государственной строительной инспекции, около 40% застройщиков в Украине сегодня не надежны. Однако юристы говорят о том, что на самом деле этот показатель гораздо выше, потому как существует и немало незаконных, незарегестрированных строек. Что происходит в этой сфере и как распознать мошенников? Коллеги из проекта про недвижимость рассказывают о деталях. Близько 17 тысяч архитектурных объектов будуются сьогодні в Украине. Утім, за данными Конфедерації будівельників, понад половину будівництв заморожено. Зокрема, 15 тысяч киян інвестували у житло, яке, можливо, не буде введено в эксплуатацию. Утім, прискіпливо вдивлятися варто не в рекламні буклети, а в документи забудовника. Але ненадійним чи недобросовісним забудовником є той, хто неналежним чином оформив дозвільну документацію на будівництво. А також компанія, яка, маючи такий дозвіл, порушує будівельні норми і стандарти. Дозвіл на будівництво видає Державна архітектурна будівельна інспекція України. Коли зведено третину будівлі, починаються інспектування. Чи належним чином ведеться будівництво. Інформацію про наявність дозволу на будівництво і результати перевірок можна знайти на сайті Держбудінспекції. Потенційний інвестор також має змогу звернутися до установи із письмовим запитом або зателефонувати за номером гарячої лінії. За інформацією Держбудінспекції, сьогодні в Україні до 40% ненадійних забудовників. Юристи кажуть, що цей показник значно більший, тому що існує чимало незареєстрованих незаконних будівництв, які не мають жодного натяку на наявність дозвільної документації. 40% – це дійсно та недвіжимості, яку покупати не можна. Либо документи не в порядку надземлю, либо немає розрішительній документації, либо тут прослежуються явні признаки будівництвої піраміди, либо у компанії-застроївчика не вистачає средств. Як розпізнати ненадійного забудовника? Перший – це ступінь готовності будинку. Чим ближче до завершення будівництва, тим ризики менші. Проте буває об'єкт готовий на 90%, але перспективи введення в експлуатацію і отримання свідоцтв на право власності невеликі. Друге – потрібно вивчати репутацію забудовника і навіть кожного окремого будинку. Інтернет-форуми, попри їх емоційність та суб'єктивізм, дають змогу дістатися суті. Третє – варто з'ясувати, чи є у продавця права на цю нерухомість. Окрема надто важлива турбота – право компанії на землю під забудову. Чи на прострочений договір оренди? Чи відповідає правовий статус земельної ділянки дійсності? На чиї землі будуються об'єкт – державні, комунальні, приватні? І нарешті потрібно детально вивчати документи, дозвільну документацію та умови попередньої угоди – зобов'язання компанії-продавця і ризики інвестора. Нерідко трапляється, що забудовник досить відкритий. За першою вимогою клієнта надає проєктну і дозвільну документацію, дозволяє робити копії. Та й сам викладає ці документи на професійно зроблений сайт. Утім, усі ці папери підроблені. А отже, треба вивчати історію і фінансові можливості забудовника. За рахунок, чого компанія будує, якою є собі вартість пропонованого житла, чи залучаються банківські кредити. А раптом будинок, який зводиться, у заставі. Зараз матеріали кое-какі закупаються за рубежом, і собі стоїмость виходить десь 450-500 доларів квадратний метр. Якщо вам пропонують квартиру за 400 доларів, а за ті ж 500, ви маєте задатися питання, неужто застроївник працює внові? За скільки він построював, за стільки продав? Це должно натолкнути вас на якісь питання, якщо це так. Нужно брати з собою спеціаліста. Спеціаліста, який повністю спроводить цю сделку. Запросить необхідні документи у застрійщика, у компанії, яка продає. Прослідить всю ці ціпочку. Налічі прав на те об'єкті, які продаються. Налічі розрішительні документання. Проверить це в офіціальних реєстрах тех органів, які видають ці розрішительні документації. І тільки після цього вже потрібно вислушати рекомендації цього спеціаліста по спроводженню подобних договорів. І прийняти для себе рішення, стоїть йти на ці ризики, чи не стоїть. Найголовніша порада експертів – дочекатися, поки будинок ведуть в експлуатацію. Нехай вам доведеться заплатити на 15% більше, але ризиків поменшує у п'ятеро. А я напомню проєкт «Акцент» в ефірі телеканала «Первый деловой». Вкладаєте, вкладаєте деньги к застройщику, куда-то яким-то образом, да, там 4 офіціальних на сьогоднішній не осталось пути. Вы не покупаєте квартиру. Вы делайте бизнес вместе с застройщиком. Бизнес не пошел, бизнес развалился, і государство вже дають меседж, що оно не несет ответственность за ваші бізнес-риски. Це треба осознати перед тим, як йти к застройщику. Ви не можете купити там квартиру, пока на нього не оформлено определенным способом право собственности. В этом случае вы, ну как, бизнесмен, да? Вы деньги вложили, человек взял там застройщик тот же. Вложил, не вложил, справился, не справился. Справился? Хорошо. Как хорошо справился? Ну, на сегодняшний день я вам скажу хуже. У нас почти 90% строек идут с нарушениями. Даже так? Даже так. Начиная от качества, заканчивая там некими моментами, нюансами. Сдача в эксплуатацию, естественно. Если взять и придерживаться всех норм и правил, если вследовать буквально букве закона, знаете, сколько будет стоить квадратный метр? Сколько? Нам в два раза больше, чем он сейчас предлагается. На сегодняшний день, если учитывать коррупционную составляющую, если понимать подключение коммуникаций правильно, да? Вот, к сожалению, метр будет гораздо, чем он сейчас предлагается. Да, почти в два раза. Поэтому экономят, многие экономят. Потому что застройщики, которые дорожат репутацией и пытаются тянуть качество, они страдают сейчас. Почему? Потому что они невыгодны на рынке, потому что смотрят, в первую очередь, действительно на саму минимальную цену. Вот. И несут деньги туда. Второй момент. Быть готовым платить за негативные выводы. Если уже предусмотрели эксперта, будьте готовы платить за негативные выводы. Так, с этим понятно. Мы когда смотрели с вами сюжет, я так боковым зрением увидела, что вы скептически отреагировали на информацию о том, что приблизительно 500 долларов в квадратный метр сейчас себестоимость. Не согласны с этим? Я скажу, что реальная себестоимость, это секрет больше, чем секрет Кока-Колы. Формулы. Вам ни один застройщик не скажет реальную себестоимость квадратного метра того или иного строительства. Никогда. Вот. Все. Почему так? Ну, потому что, опять же, из чего заключается себестоимость? Кто-то скажет реальную себестоимость коррупционной. Никто. Приблизительно. Кто-то скажет примерно стоимость всех материалов, откуда они везутся. Вот. Никто не скажет. Я соглашусь с предыдущим экспертом, потому что у нас, к сожалению, львина не некоторая часть, а большая часть материалов закупная и привязана к доллару. И застройщик вынужден сейчас будет поднимать цены. Почему? Потому что мы на сегодняшний день реализуем застройщики проекты, которые были начаты и строились еще, начиная от некоторых, с 2010, 2012, 2013 года. Новые проекты уже по новой смертной стоимости. Опять же, подняли минимальную заработную плату. Опять же, подняли стоимость строительных работ. И, чтобы даже выйти в ноль, надо будет поднимать цены. Опять же, многие моменты по поводу самых качественных материалов. Потому что та же Одесса показала, Шулявка киевская показала, Ирпень показал, когда у нас дома горят как свечки, из-за того, что застройщики использовали не те материалы, которые декларировали. Вот и все. И чем берут многие компании? Приходишь, видишь в мониторинг. Есть такой сайт, мониторинг, градостроительный кадастр, мониторинг, там смотришь, красная зона, все, застройка определенная, читаешь разрешительную документацию, разрешение на строительство паркинга, с надстройками, ну, грубо говоря. Приезжаешь, отдел продаж работает, менеджерам задаешь вопрос, у вас там какие-то проблемы? Это на нас кличку дают, что мы денег дали, а так вот проблем нет. А то, что у вас там паркинг по документам, мы потом судом переведем в жилую. Понятно. Эту страну погубит коррупция, одним словом. Я благодарна вам за участие, просто времени не остается, но будем об этом еще неоднократно говорить. Пока спасибо. В этой программе мы говорили о рынке недвижимости в основных тенденциях и ближайших перспективах. На этом пока все. Увидимся на телеканале Первый Деловой. Одяг ведущих, наданный must-have.